Дорогие друзья, это вторая часть обзора смартфона DOOGY Y200, как видим сейчас садится батарейка и индикатор у нас светодиод начинает мерцать, также он мерцает при пропущенном вызове, при пропущенной смс-ке зеленым цветом или при получении имейла. Дисплей 5.5, 1280х720 HD по IPS, в принципе снабжен у нас дактилоскопическим сенсором и разблокирует довольно удобно и позволяет даже вот листать, то есть мы проводим либо вот так, то есть можно пальцем листать приложение, ну вернее вы поняли. Так, что у нас еще, 4 ядерный МТК 6735 64 битный, что касается экрана, ну давайте я вам покажу, куча у нас приложений уже было установлено, так, нет назад, так камера, в принципе камера делает сносные снимки, то есть видео единственно снимает 1280, тоже такой же как экран, то есть HD видео, к сожалению нету у него Full HD, но в целом, в целом, снимки неплохие, то есть вот в пастурную погоду передает довольно неплохую картинку, то есть вот даже смартфончик, для своего ценового диапазона, в принципе, конечно не Sony матрица тут наверно стоит, но это единственное в темноте вот мы видим, смазывает, светодиод недостаточно яркий. Так, сам дисплей, как мы видим в принципе достаточно с большими углами обзора и вы знаете довольно сочный, довольно сочный дисплей, но как и у большинства моделей, черное у него конечно же не везде, но немножко под углами уплывает в серые цвета. Так, что касается, друзья, у нас работы, давайте я изначально покажу, да, вот как раз она просится, аккумуляторная батарея заработала в Antutu 6404 попугая и проработала, друзья, 3-4-6 в районе 4 с копейками часов, то есть в принципе неплохой результат, так как здесь установлена у нас батарея емкостью 3000 мА. Итак, я включил такой вот 10-ти часовой фильм и как мы видим в принципе даже еще не дойдя до красного значения, он у нас уже почти 5 часов проигрывался, то есть в принципе вот общее время составило, хотя немножко как видим ну затянул, но в районе 5 с половиной часов, то есть работа. Дисплей поддерживает, вернее мультитач поддерживает 5 касаний одновременных, Wi-Fi никаких нареканий нет, то есть получение передачи, это у нас обычный 2,4 ГГц Wi-Fi. То есть вот через две стены, в принципе тоже неплохой уровень сигнала, ну и соответственно передача уже скорость падает. Что касается 5G, то тут в принципе я не особо не увидел разницы между 2 и 4, ну и конечно существенная потеря сигнала и ну в принципе скорость повыше будет, чем у 2,4 ГГц. Так вот информация относительно AID, как мы видим вот я могу листать все пальцем, но так как я иду назад, то надо чуть-чуть вот так. Так информация о центральном процессоре, максимальная частота у него видим 1 ГГц и 4 ядра. В принципе на графический процессор отвечает Mali-T720 и особый конечно от него ждать производительности не стоит, но игры тянет свои. Датчика только 3, то есть бюджетный вариант, то же самое от KPU-Z. Батарея, датчиков зато температуры куча как всегда, ну и сенсоры. Так, ну и Phone Information, так реклама почему-то пошла. Так, ну тут я пролистаю, Droid Info, кому интересно, плотность экрана 320 DPI и вы знаете пока обновлений вот за несколько недель тестирования еще пока не прилетело. Ну единственное, что радует внутреннее хранилище, ну и оперативная память тоже в принципе довольно много ее на данный момент. Hardware Info, ну и датчики, как я говорил их всего лишь аксилометр, датчик приближения и датчик освещенности. Pro Camera их тоже самое 16, но в реале я думаю там 8 и передняя 7 и 8, в реале думаю 5. Ну Antutu набирает 24 тысячи попугаев, это довольно низкий, я бы так сказал, результат, но смартфон в принципе не позиционируется как суперпроизводительный, просто с большим объемом оперативной памяти, что позволяет ему довольно шустро работать и не подтормаживать в наших реалиях. Что касается у нас VLAM, то в браузере он набирает 2000, в Metal 812 и в мультияберности 1200, что в принципе где-то ставят на уровень Asus Zenfone, ну и обгоняя Galaxy Nexus, само собой. Вот такие вот у нас результаты. Так, это у нас PowerBoard, такие вот очки. В бенчмарке Bonsai набирает 1985 поинтов и средний FPS 28.3, в принципе нормальный результат. В ультра-хальтвольте к цитадели 22.3 кадра, в принципе ну это не 40 конечно, но и не сильно маленький результат. Geekbench ожидаемо небольшие результаты, 481 и 1300, все-таки процессор у нас 1 ГГц, тут стоит об этом тоже не стоит забывать, и всего лишь 4х яберный. Что касается GPS, то его работа мне понравилась. Ну, правда только GPS поддерживает, российский GLONASS и китайский Байду этот не тянет. Трек не рвет, в этом плане он довольно неплохо справляется. То есть даже вот развязки тут никаких разрывов трека нет. Так, это у нас VLAMA, это у нас TestBaseMark, ES набирает 20.7, системная информация от PassMark, и вот бенчмарки набирают 30 тысяч, в общем и программам 9700. Ну и ожидаемый низкий результат Vice Storm, всего лишь 79 попугаев, Цитадель я вам уже показывал. Powerbore 1773 попугая, ну и получается от GFX тоже в принципе не очень большие у нас результаты будут показаны. Тестов, сенсоров, освещение, приближение и звук. Камера Info, то есть вот такие вот данные выдают. BigBench я вам уже показывал. И вот NanoMark 50FPS, но в принципе довольно старый тест, поэтому такая вот Antutu Benchmark у нас на 3D показывает 0 всего лишь, даже кадр, 0.98 MPS, 3D 1.08, то есть очень маленькие результаты. Ну и даже старичок не вышел за 10 тысяч. Так, ну что ж, танчики. Ну, пока никаких проблем не вижу в принципе, какие-то бои. Даже вот как-то уже враги какие-то прилетели к нам. Засвет. Засвет. Вот гад, стой. Ну, играбельно так скажу, то есть. Бух, куда-то улетел. То есть играть можно, тач не глючит. Сейчас мы этого гада шарахнем. Не попал. MC1 и его наводчик кривый. Ну, я же говорю, большой объем встроенной памяти, позволяет спокойно держать несколько производительных игр. Ну, и 2 гигабайта оперативной точно так же позволяет вызывать нам из оперативной памяти игру, даже не закрывая ее, то есть не подгружая. В этом плане все хорошо. Так, ну и вот довольно интересная такая экшен игрушка Терминатор. В принципе тоже позволяет мочить Т-800, хорошо, что не Т-1000 из плавленого металла, но думаю они еще появятся. То есть шутер. Так, разбомбили мое укрытие, вон пришли какие-то вообще злые дядьки. И бесконечными патронами, что они, что я, начинают выяснять у кого хребет круче. У них то стальное, а вот у мужика не очень. Так, ну мы сейчас им гранату, нате получайте пацаны. И сразу же еще гранату, получайте пацаны. Что ж, гоночки. Ну вот тоже откровенных тормозов я не вижу. Правда управление я переключил на сенсорное, без аксилометра, чтоб у вас не сломались шеи. Ну в принципе ничего сверх естественного нет. Едет. Особо не тормозит в принципе. То есть играбельно. Особо не мощное здесь установлено железо конечно, но играть можно. Так, ну и вот такой вот экшен от третьего лица. Ну как видим чуть-чуть подлагивает. Есть у него все таки подторможенность. Но только при супер экшен сценах и вот при использовании оружия. Все таки да, графический процессор у него не сильный. Поэтому ожидать сверх игр от него не стоит. То есть основной упор тут сделан на большой объем оперативки, как я уже говорил, и встроенной памяти. То есть тут даже можно использовать банально две симки. И не вставлять дополнительную карту памяти. Внешний вид у него, вы знаете, ну похож, что тут. Ну вот понятное дело на что он похож, сами я думаю догадаетесь. Но держа аппарат в руках не возникает чувства дешевки. То есть приятный внешний вид у него. И ну даже я бы сказал стильный. Хоть многие не любят этого слова для китайских смартфонов. Громкий динамик. Довольно неплохой экран. Да, действительно 3000 мА батарейка. Ну может 2800, друзья, вот так. Поэтому, ну что к минусам отнесу. Ну понятно, с железом хотелось бы получше, как всегда. Процессор и графический процессор довольно уже не новые. Но, на удивление, действительно как бы средняя камера. То есть я не назову ее лучшей, хорошей, но я не назову плохой. Я бы назвал ее даже так, на 4. То есть, хоть видео снимает и не очень хорошего качества. То есть всего лишь 1280, не Full HD. Но вот снимки делает, знаете, довольно неплохие. То есть вот так скажу. Ну и сам сенсор, вы знаете, в принципе, если его нормально обучить, то срабатывает он с первого раза. То есть мы просто проводим пальцем. И разблокируем свой smartphone. То есть в этом тоже плюс. Это нету, как в прошлых моделях. Там надо 6 раз по определенным углам тыкнуть. К минусам, конечно, отнесу отсутствие подсветки кнопок. Я не понимаю, почему их не сделать. К плюсам отнесу еще светодиод индикации. Но в то же время к минусам отсутствие то, что можно было бы его настроить под определенные события. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.